Добрый день, дорогие братья и сестры! Добрый день, дорогие братья и сестры! Рад приветствовать вас здесь Любовью Господа нашего Иисуса Христа Задавали вы себе либо такой вопрос Люблю ли я Бога? Наверняка вы задавали Сегодня я надеюсь, что эта тема поможет нам понять, может быть, еще глубже Действительно ли я люблю Бога? Ну, немножко спустимся на землю И проведем параллель Можете вслух не отвечать на следующий вопрос Любили ли вы когда-нибудь как другого человека? По-настоящему? Что вы подразумеваете под словами, если кому-то говорите «Я тебя люблю»? Просто задумайтесь над этим Вот вы кому-то говорите «Я тебя люблю» Что вы имеете в виду Под этими словами? Имеете ли вы в виду Любовь Агапе? Или вы имеете какое-то свое другое понимание слова «любовь»? Когда я задавал вам вопрос Любили ли вы когда-нибудь другого человека? Я не имею в виду такую любовь, когда один другому говорит такие слова Один другому говорит «Я тебя так сильно люблю, что я без тебя жить не могу» Любовь ли это? Если человек фокусируется на себе и говорит, что он жить не может Она концентрируется на мне «Я нуждаюсь в тебе» Мне не так важно что ты чувствуешь по этому поводу Но мне главное чтобы ты был была рядом со мной Потому что я без тебя жить не могу Это необходимо мне В моем понимании это не любовь В моем понимании это себя люби Потому что я концентрируюсь на себе о том, что необходимо мне Но если вы когда-либо любили другого человека по-настоящему И вы бы были готовы абсолютно на все ради этого человека Нужно ли было бы вам говорить такие слова? Сделай этому человеку приятно Сделай хороший поступок для этого человека Прояви свою любовь к этому человеку Покажи, что ты его или ее любишь Я думаю, что не нужно было Сегодня хотелось бы порассуждать именно про соотношение между 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 отношениями так сказать построенными на любви И любовью и отношениями построенных на правилах То есть связь между любовью и законом Священное Писание открывает нам довольно глубоко что в принципе отношения между мужем и женой Они как параллельно между отношениями Бога и Церковью Вот смотрите Марк 10.8 Написано к мужчине И муж Муж прилепится к жене своей и будут два одной плоти Так что они уже не двое но одна плоть А вот что говорит Иоанн 17.21 Да будут все едино говорит Иисус Как ты отче во мне так и я в тебе Так и они да будут в нас едино Мы здесь видим интересную параллель о единстве и то и другое место говорит о единстве Одно место говорит об единстве мужа и жены другое место говорит о единстве Церкви и Бога Мы видим в Коринфлях как Павел конкретно сопоставляет отношения мужем и женой и отношениям Церкви и Христа Второй Коринфлям одиннадцатая глава Ибо я ревную о вас ревностью Божью потому что я обручил вас единому мужу чтобы предоставить Христу чистую Девою И те и другие отношения говорят и те и другие описания говорят об очень близком контакте Можно так сказать о самых близких отношениях которые можно здесь иметь на земле и там на небе Но представьте себе такие взаимоотношения между мужем и женой Они договорились между собой и согласились Давай будем жить по правилам У тебя будут определенные обязанности и у меня будут определенные обязанности Давайте возьмем очень стереотипный вариант этих обязанностей Их договоренность Вот обязанности мужа Зарабатывать деньги Платить за счета за белы Дарить жене подарки цветы Следить за машиной следить за дому чтобы было все починено следить за садом Исполнять свой супружеский долг И вот обязанности жены по их общей договоренности Стереотипный подход Готовить стирать убирать Воспитывать детей исполнять супружеский долг и так далее Представьте у супруг был такой договор И каждый из них будет исполнять эти обязанности абсолютно С великой ответственностью Будет подходить к этим обязанностям чрезвычайно серьезно И будет делать все, что нужно Можно ли сказать что такой брак построен на любви? Задумайтесь Ну с одной стороны можно Они же заботятся друг о друге Они же делают друг друга приятно Они же делают то, что они обещали что они будут делать Но с другой стороны насколько бы люди не были абсолютно ответственны У них все равно будут какие-то ошибки И может быть что-то не будет получаться И каждая ошибка будет небольшим камнем преткновения в этих отношениях И будут появляться небольшие трещины Почему? Ты же обещал выполнять свой долг и ты решил его и ты не выполняешь его И могут образоваться впадины в таких браках в таких отношениях Насколько устойчив будет такой брак А теперь посмотрим на другую схему отношений Муж любит свою жену как Христос возлюбил свою церковь Ефесянам 5.25 Мужья любите своих жен как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее И жена относится к своему мужу с великим уважением с почтением с любовью Ефесянам 5.33 Жена пусть почитает своего мужа Нужно ли такой паре составлять список обязанностей Нужно ли им составлять список правил Каждый из них любит другого больше чем самого себя любовью которая не фокусируется на мне но любовью которая фокусируется на ней на объекте моей любви мужа мужа так любит свою жену нужно ли говорить не думая о своей прежней не вспоминай о ней не смотри по сторонам не думая о других нужно ли говорить его жена центр его жизнь она центр его фокуса и его его внимание он настолько ее любит что он готов абсолютно все ради нее сделать нужно ли жене который так посвященно любит своего мужа говорить сделай приятное своему мужу прояви свою любовь в этом нет никакой необходимости они изо всех сил будут стараться делать все что они могут только чтобы сделать приятно другой своей половине нужны ли правила такой паре мне кажется что апостол павел пытался объяснить именно это когда он писал к римлянам в 7 главе об отношениях ко христу так и вы братья мои умерли для закона телом христовым чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых точно так же как муж и жена принадлежат друг другу полностью когда они любят друг другу настоящей любовью да приносим плод Богу ибо когда мы жили по плоти тогда страсти греховные обнаруживаемые законом действовали в членах наших чтобы приносить плод смерти но ныне умерши для закона которым были связаны мы освободились от него то есть от закона чтобы нам служить Бог в обновлении духа а не по ветхой букве и еще очень интересно пишет римлянин восьмая глава и так нет ныне никакого осуждения тем которые во Христе Иисусе живут не по плоти но по духу потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти закон духа жизни я думаю что это закон любви агапы но представьте себе такое муж и жена выросли в разных странах они выросли в разных социальных условиях в социальных сословиях они у них разное понимание любви даже на человеческом уровне они любят друг друга они обожают друг друга они готовы ради друг друга на все но когда муж пытается угодить своей жене и сделать что-то приятное для нее она это не воспринимает как приятное у нее другое понимание любви он очень старается но ей это даже неприятно или же наоборот жена старается для мужа но здесь можно даже не брать разные страны разные сословия или разное воспитание в принципе у мужчины и у женщины разное понимание любви разное мышление на эту тему разные понятия о том что такое любовь но если жена объяснит мужу и скажет слушай я вижу как ты меня любишь я вижу что ты стараешься но мне не очень приятно то что ты делаешь потому что для меня это не проявление любви потому что мне это неприятно что такое для нее любовь она скажет что я вижу что ты меня очень любишь но ты не совсем понимаешь что является любовью для меня поэтому я вижу как ты стараешься пытаешься сделать мне приятно но мне это неприятно и скажет что ей на самом деле приятно что в ее понимании настоящая любовь он сможет проявить свою любовь именно так как ей понравится то есть необходимо знать что является любовью для твоей половины чтобы сделать ей приятно и я думаю что именно это пытался объяснить апостол Иоанн когда писал определенные вещи Иоанн 1 Иоанна 2 5 а кто соблюдает слово его в том истину любовь Божия совершилась и из всего узнаем что мы в нем 1 Иоанна 5 3 ибо это есть любовь к Богу чтобы мы соблюдали заповеди его и заповеди его не тяжкие и в словах самого Иисуса смотрите Иоанн 14 15 если любите меня соблюдите мои заповеди о каких заповедях говорит Иисус Иисус особенно ничего нового нам не заповедовал Он в основном объяснял ветхие заповеди в свете Божьей любви и оставил нам новую заповедь Иоанн 13 34 заповедь новую даю вам Он конкретно сказал новую заповедь нету? Там есть Да любите друг друга как Я возлюбил вас так и вы любите друг друга и в этой заповеди есть что-то абсолютно новое Я думаю что именно поэтому нам так тяжело бывает понять отношения между Ветхим Заветом и Новым Заветом между Законом заповедями и любовью потому что с одной стороны закон Духа Жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти А с другой стороны написано соблюдите мои заповеди Итак заповеди однозначно нужны для того чтобы понять что является настоящей любовью что является истинной любовью безусловной чистой неэгоистичной любовью на греческом языке мы знаем что когда Бог говорит про любовь про свою любовь Он использует слово агапы я думаю что нам было бы чрезвычайно тяжело понять смысл слова любви агапы если бы Бог не открыл нам что Он есть агапы Иоанн 4.8 Бог есть любовь Бог есть агапы Он приравнял себя И еще что Он агапы нас Джон Иоанн 3.16 Ибо так возлюбил Бог мир Ибо так агапы Бог мир это не любовь которая фокусируется на себе это любовь которая фокусируется на объекте на объекте любви это не изменчивые какие-то эмоции но это четко сделанный выбор это четко сделанный выбор любить я избираю любить сознательно целенаправленно посвященно один из переводов на английский язык слово агапы на английский один из переводов это слово charity благотворительность благотворительность charity да первый коринфолим тринадцатая голова любовь агапы долготерпит love love suffers long charity благотворительность долготерпит charity как нам это помогает понять слово агапы благотворительность делает что-то для своего ближнего ничего не требуя себе независимо от того что бы я сделал я ничего обратно не получу я это сделал потому что я просто хочу это сделать потому что я люблю и я хочу сделать и ничего не требую обратно мне не нужна ни благодарность ни ответ на какое-то действие я просто люблю просто потому что люблю и иначе просто поступить не могу я готов сделать добро даже если это в ущерб мне нужно ли нам людям родившимся в этом мире в этом греховном мире с греховной натурой к великому сожалению нужно ли нам объяснять что такое настоящая любовь я думаю что это чрезвычайно необходимо потому что без объяснения что такое настоящая любовь мы просто не можем по-настоящему любить потому что мы выросли в такой атмосфере в таком мире где понятие любовь ничего общего с Агапой не имеет и читая заповеди читая Ветхий Завет понимая как Бог ведет по отношению к Израилю себя мы начинаем понимать что такое Агапа что такое настоящая любовь мы можем предлагать читая все это мы можем предлагать очень сильно много усилий мы прочитали ой мне нужно теперь стараться вот так вот сильно любить чтобы жить по заповедям чтобы проявлять свою любовь чтобы доказать свою любовь к Богу мне нужно очень сильно постараться но интересно что не так говорит Писание 1 Иоанна 5.3 ибо это есть любовь к Богу чтобы мы соблюдали заповеди Его и заповеди Его не тяжкие Его заповеди они не тяжкие они не тяжелые когда любовь Божья наполняет тебя она переполняет тебя так что ты просто хочешь творить добро не потому что надо не потому что так говорит закон и требует от тебя закон не потому что я обязан делать добро чтобы строить отношения с Богом но просто потому что любовь Божья движет мной я думаю ключ ко всему этому можем прочитать в Римлянах 13.10 Римлянам 13.10 Любовь есть исполнение закона любовь любовь есть исполнение закон я хотел бы задать пару вопросов я хотел задать вопрос нашим самым свежим молодоженам я думаю я думаю мы все можем задать вопрос потому что те которые были молодоженом могут себя вспомнить мой вопрос был молодоженам любите ли вы друг друг я думаю чтобы конкретно был бы ответ да согласны и второй вопрос я бы задал ваша любовь к друг другу как вы думаете ваша любовь к друг другу будет усиливаться или она уже достигла пика их здесь нет я не знаю как бы они ответили я думаю что они подозревают что они будут возрастать в любви будут узнавать друг другу ближе будут да я бы еще хотел задать тот же самый вопрос людям которые находятся в браке очень долго Саша и Галя да любите ли вы друг друга факт налицо окей я думаю да 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 или нет было бы супер вопрос второй как вы думаете ваша любовь к друг другу она будет усиливаться пройдя 38 лет да Саша 38 лет прожив вместе ваша любовь будет усиливаться друг другу она уже достигла пика или пик прошел давно мы в процессе достижения пика то есть мы все еще пытаемся постоянно возрастать в любви друг к другу я думаю что люди которые любят друг друга прекрасно понимают что они всегда могут двигаться дальше что есть всегда чего можно еще достигать в отношениях и тем более любовь Божья тем более любовь Агапы тем более любовь Агапы с которой Господь проливлял Собя Он сказал Я есть Агапа 1 Иоанна 4 17 Любовь до того совершенства достигает в нас что мы имеем дерзновение в день суда не потому что я совершил все заповеди не потому что я исполнил все законы но потому что во мне есть любовь которая совершает все я даже не задумываюсь об этом это не значит что мне нужно игнорировать законы заповедей потому что без них я даже не могу понять что такое любовь но я хочу строить отношения на основании любви отношения которые напрягают и я которые делаю что-то потому что мне надо любовь до того совершенства достигает в нас а как она достигает нас совершенства это разговор на следующий раз будьте благословены на следующий раз будьте благословены на следующий раз покажите будет